МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и передача след в истории. В 3-е воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он приходится на 21-е число, канун начала Великой Отечественной войны. Так что речь в нашей передаче пройдет о том, какой след в военных летописях оставили врачи, медсестры, фельдшеры, санитары из Чуваши. Давай, страна огромная, Давай на смертный бой! Эту песню, ставшую своеобразным гимном Великой Отечественной, написали поэт Лебедев-Кумач и композитор Александров. Впервые ее исполнила 27 июня 1941 года одна из групп ансамбля красноармейской песни и пляски, отправляющаяся на фронт с Белорусского вокзала. Однако до глубинки она просто не успела дойти, ведь врачей, фельдшеров и медсестер призывали в первую очередь. Уже 26 июня из нашей республики на фронт отправилась первая партия медсестер. А всего в Великой Отечественной войне участвовали 1258 медиков из Чувашием. Цивильская фельдшерская школа пришла на ускоренное обучение, и одним из первых ее закончил Николай Аршуткин. Мне было 17 лет. 18 лет, значит, попал я на 1-й Белорусский фронт, но я был в должности санинструктор, обслуживал связистов, разведчиков артиллерийского подразделения. Я попал в артиллерийский полк. Ну, на войне, конечно, было и опасно, и страшно, потому что попадали и под бомбежки самолетов, и под артиллерийские снаряды. Однажды на крыше одного дома, это было на территории Польши, один разведчик, мой товарищ, друг, можно сказать, даже земляк из нашей Чуваши, Горбунов. Вот он наблюдал. Я тоже, значит, любил наблюдать за полем боя. Я посмотрел, значит, никакого, то есть такого большого интереса не увидел. Там дым был, взрывы были. Я спустился. Как я спустился, направился в блиндаж, по этой крыше дома взрыв, в снаряд попал. Ну, раз снаряд, раз взрыв, значит, там должно быть, тем более мой друг там остался. Я быстро побежал туда, он уже лежит мертвый. А вот Анна Федоровна Гонкова всю войну от первого до последнего дня прослужила санинструктором, не имея не то, что медицинского, вообще никакого образования. Война настолько круто перевернула привычный уклад, переставила все с места на место, что жизнь оказалась причудливее любого вымысла. 22 июня 1941 года Анна Федоровна приехала в Ленинград, чтобы забрать сына умершей сестры. Однако племянника на следующий день эвакуировали вместе с детским садиком, зять ушел на фронт, не успев с ней даже попрощаться, и ей пришлось добираться на товарниках до Чебоксара. Впрочем, уехала Анна Федоровна недалеко. На одном из разъездов впереди шедший состав разбомбили. Раненые пассажиры укрылись в сарае, где и состоялось боевое крещение будущей санитарки. Мужчина вот так сидит и держит жену, а у него вот так рукой, а у него кровь не капает, а прям я, а сам сознание теряет, она убит сознание. Я вот так уши ему натираю, натираю. Мужчина, оцнитесь, оцнитесь. Вы в литере ехали, а вот пассажирский поезд, 11-12 вагонов, один или два только в спальных. Остальные все сидячие места. Раньше так было? Да, в литере. Вам постель дали? Постель нам дали, мы развязать не успели, нас бомбить начали. Так беги, неси две простыни, у тебя сейчас жена на руках умрет. Ты видишь, она уже истекает кровью. Вот он побежал за простынями, я держу и рано закрываю вот так. Сама говорю, мужчина, у кого ножик есть? Один говорит, у меня складанный ножик дал мне. Он схватил, как ему наволочку положено было, так все и принес. Это будут у меня жгуты, это будут у меня бинты. Разрезала простынь, только не так, а вот так, чтобы длиннейше было. Вторую простынь также разрезали, начиная бинтовать. Перебинтовала. С этого безымянного разъезда и начался боевой путь Анны Федоровны Гонковой. Сначала она была сестрой при полевом враче, точнее, как она говорит, при четырех врачах. Трех убили. Потери на Ленинградском фронте были колоссальные. Честно, вот вам без болтовни скажу, винтовок не хватало солдатам. В бой шли с зажигательными бутылками. На танке с зажигательными бутылками. И вот идут шесть человек в ряд. Убила, он винтовку хватает и пошел в бутылку в карман. У него и винтовка есть, и бутылка есть. Понятно? А наше дело только вытаскивать, а то другой раз, если они оба в ногу ранены, обои-то идет, стоя-то не пойдешь, а по-пластунски ползешь, и вот его на плаш накидку свалишь, там же вот эти веревки, вот так зацепишь, и сама ползешь, и его тащишь. А уже там уже договариваются, что вот это будет медпунктом. Там деревце какое-то есть, или пенек, или бугорок. И вот тогда... А у нас еще было шесть мужчин. Их называли могильщики. сразу раненый берешь, он уже мертвый, и их подтаскивают, когда бой кончится, уже... Они уже там такие вот патрончики были, где фамилия, имя, они уже у них забирают, и копают могилы, и в одну могилу всех кладут. И потом какой-то где дощечку нашли, или дерево пенел, это ветку встретили, зачистили, на ней написали. Память не подводит Анну Федоровну, помнит все, как будто это было не 70 с лишним лет назад, а вчера. И как перевязочного материала не хватало, и как жгуты мастерила из кабеля от немецкой радиостанции, и как училась машину водить. Вот только сосчитать, сколько раненых прошло через ее руки, не может. Это и в те далекие дни не удавалось. Я когда приехала вот с майором туда, он сказал, сортируй рваную рану, идет на эвакуацию. Если вот торсит только пуля, ты ее можешь пинцетом достать, не отправляй, вернут обратно, не засорять тылевые госпиталя. Значит, он идет, вынимает, я промываю, перевязываю, но он не успеет, там подтащили 50-60 человек. Я уже на него не смотрю, он уже стерильный, в руках держит, у меня специально вот так уже заготовлившись свою, посыпанный, закрытый, завернутый, он держит и по порядку берет. Вытащился, сразу наложил, а вот эти могильщики уже идут, бинтуют. Кстати, сама Анна Федоровна в госпиталь тоже не попала, раненое плечо ей залечили в лесу под Ленинградом, но те, кому довелось побывать в Ивако-госпиталях, вспоминают, медперсонал там работал с полной выкладкой, как на войне. Первых раненых в Чувашию привезли в конце июля 1941 года, а к началу 1942-го в республике уже было развернуто 17 Ивако-госпиталей. Для работников Ивако-госпиталя номер 3063 битва не на смерть, а на жизнь, точнее за жизнь не прекращалась ни на минуту. И так целых два года. Уже в июле 1941 года в Цивильске открылись шестимесячные курсы медсестер. Одной из лучших учениц была Раиса Васильева из деревни Тенговатого. Как я окончила теперь распределение куда мира своей Клара Ветровна была, помню. У нее муж начальник там мне Ятаринский район постулает. Ой, Катарин никаких Ятаринский район не постулает. Говорит, у нее мать старая, мать не пускает ее. Клара Ветровна меня очень любила. Я взрослая девушка была. Уставили Тиминска. Тиминска уставили теперь куда тебе? У нее хирургический кабинет. Хирург Юргенц был. Пошла поющий, у студентка четкий же. Там резов все, уже надо перевязки. Рез сама не резала сначала. Потом война идет. Юргенц увшали на фронт. У меня осталось вместо врача. Пропал. Там сколько приемов было? Семь человек был. Больных сколько. Раненых там. То мы прислали Костя господи выслали и нас надо делать. Прямо не хватает. Еле-еле справилась. Старое здание райбольницы и сейчас точно такое же, как 72 года назад, когда в Цивильск привезли первых раненых. В августе 41-го. Раиса Васильева работала приемной сестрой. Время вымыли санитарьки мыли. Мыют и кладят там и вшей было. Даже мыла не было. Нашли делали. Очень трудно было. Ой это война. Польных самых тяжелых делали икру коза. Внутри дали дрожжи таблетках. еще антибиотик не было сначала. Укомов воспаления даже было некоторых пеницин не было. Нарсово золто, аспирингов, кофеин. Раиса Васильевна до сих пор помнит своих коллег. Начальника госпиталя Андриана Григорьева, хирурга Бориса Юргенса, отделением Валентину Захлебину. В штате госпиталя было 6 врачей и 20 медсестер, а количество раненых доходило до 270. Больных много. Ой, сказать не хочу. Мне дали, я из в Тодополатной стране не было, мне дали вот не больного там, замерз и мдрень. И учебки там молодые замерз, общее замерзание. Давай, играю. получили в куритер, расслабляли, спидали мне. Маленько помню, что дали. Массаж делаю, расслаблялся. Потом я говорю, как тебя зовут, как тебя зовут, как фамилия? Массаж делала, делала, маленько покраснел человек. Теперь пошла сказала, макух. госпитальный дух сохранился в старом корпусе, несмотря на все ремонты и модернизацию. Что-то такое витает в воздухе и легко представить себе, о чем думали, на что надеялись раненые, бродя по коридорам, глядя в окно на спокойную, тихую по сравнению с передовой жизнь. Выхаживать красноармейцев медикам помогал весь Цивильск и близлежащие деревни. Колхозники на лошадях доставляли раненых со станции Михайловка, привозили продукты, горожане обеспечивали одеждой и обувью, учащиеся выступали с концертами, читали газеты, писали письма, собирали лекарственные травы. Всего за два года Цивильский вакогоспиталь принял 826 человек. К сожалению, несмотря на все усилия, 43 раненых спасти не удалось. Цивиляне знают всех по именам. К братской могиле действительно не зарастает народная тропа. Сегодня уже практически не осталось и врачей, и медсестер, и нянечек, но все они живы в памяти Раисы Васильевны. Теперь о них знаем и мы. Понятно, что в нашей программе мы не сможем рассказать о всех госпиталях и о всех медиках Чувашии. Подробную интересную информацию можно найти в Музее истории медицины и в специальных изданиях. Единственное, чего нам не удалось, это разыскать людей, которые в годы войны были добровольными помощниками в госпиталях, помогали ухаживать за ранеными, читали им книги, писали письма, приходили с концертами. Если вы знаете таких людей или сами можете рассказать о том, как все было, напишите или позвоните к нам в редакцию. Мы ждем ваших сообщений, а пока всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова